Это спортивное известие в студии Алексей Заржицкий. Здравствуйте! На чемпионате Украины по велоспорту BMX, который завершился в Купенске, хозяева завоевали в спринтерской гонке две золотые и одну серебряную награды. Мужской финал выиграл лидер национальной сборной Владислав Сапожников, который опередил своего земляка Александра Щербака и Игоря Гордона из Киева. В женском спринте первой финишировала бронзовая медалистка юношеских олимпийских игр Дарья Ткачева. Второе и третье места заняли черновицкие велосипедистские. Александр Шариков продолжит выпуск. На чемпионате Украины по жиму лежа, который проходил в Мангуши Донецкой области, Харьков представляли всего трое спортсменов. И вот сражаясь с такой небольшой группой, с превосходящими силами соперников, они заняли третье общекомандное место. Путем индивидуальных усилий харьковчане добыли две награды – золотую и серебряную. Обе в весовой категории до 66 килограммов. Неоднократный чемпион Европы, призер чемпионата мира Игорь Горощенко победил с результатом 230 килограммов. Чемпион мира и Европы среди ветеранов Александр Чернышев Васильев, 162 кило, занял второе место. Еще один мастер спорта Украины международного класса Богдан Семко остановился у подножия пьедистала в первом тяжелом весе. Пожав 230 килограммов, он завершил соревнование четвертым. В Харькове состоялся открытый кубок города по армспорту. Турнир был премьерным, а организовали его многократные чемпионы мира и Европы – Снежана и Руслан Бабаевы. Вышло на загляденье соревнования судили титулованные Тарас Ивакин и Виктория Илюшина, а самый знаменитый украинский армрестлер, 20-ти кратный чемпион мира Рустам Бабаев, был почетным гостем. Представителем получился и состав участников открытого кубка Харькова. 57 спортсменов, включая иногородних рукоборцев. Впрочем, разгуляться гостям харьковчане не позволили, выкосив большую часть медального фонда. По-хозяйски смело проявили себя спортсмены, имеющие успешный опыт выступлений на чемпионатах мира и Европы. Это Артем Середа, Анастасия Щелокова, Дмитрий Чалюк, Виктор Кожушка, Александр Пляшевый и Павел Толстый. Харьковские «Соколы» сделали очередное приобретение, заключив контракт с украинским форвардом Владимиром Шевченко. В минувшем сезоне он играл за баскетбольный клуб «Запорожье» и был одним из его лидеров. В 23 поединках Шевченко проводил на паркете в среднем почти 26 минут, набирал 10,6 очка и делал 5 подборов. Также «Соколы» продлили соглашение с капитаном команды Игорем Бояркиным. Харьковщанин Артем Подорожный сыграет в двух финальных матчах чемпионата Украины по теннису в категории 18 лет, который продолжается в Бучее. В полуфинале одиночного разряда 16-летний воспитанник клуба «Уникорт» обыграл сегодня одессита Владимира Захарова дважды по 6-3. В парный финал Артем Подорожный вышел вместе с другим одесским теннисистом Германом Самофаловым. Харьковщанка Мария Вышкина сразится за титул чемпионки страны в одиночной категории. Металист 19-25 проиграл сегодня Абалони в выездном матче предпоследнего 29-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге 0-3. Все три мяча киевляне забили после перерыва. Олег Слободян открыл счет на 53-й минуте. На 66-й и 90-й дубль оформил бразильский ховбек пивоваров Коста Тенорио. Это девятое поражение металиста 19-25 в чемпионате. В таблице харьковские футболисты опустились с шестого на седьмое место. Воспитанники Харьковского спортивно-технического клуба «Лидер» активно включились в борьбу за награды чемпионата и Кубка страны. Нынешний сезон стартовал из-за карантина на три месяца позже обычного, но вынужденный простой харьковчане провели с пользой. Очень опытная команда, сильнейшая в Украине. Мы не раз это доказывали. Мы представляли Украину и на мировых чемпионатах. Так что пилоты у нас сильные. Для нас как бы оно тяжело было, но не настолько. Благодаря хорошей подготовке команды, мы много лет чемпионы, у нас свои наработки, своя школа и свои пилоты, которые и механики отличные. Так что команда всегда у нас на высоте. Особо в обоих национальных турнирах преуспел Вячеслав Путятин. 16-летний картингист выиграл недавние этапы чемпионата и Кубка страны в самом мощном классе машин «КЗ-2», которые прошли в Полтаве. Много готовился, так сказать, подготавливал к себе сезону. Плюс зимой было несколько выступлений перед тем, как я поломал руку. Вот, потом морально себя перенастроил, так сказать, и настроился и поехал быстро. Стал более увереннее, стал более думать, концентрироваться, начал концентрироваться и больше работать над собой. Всего в классе «КЗ-2» выступает пять пилотов СТК-лидер. Действующий чемпион страны Александр Дерюга одержал победу на стартовом этапе и стал серебряным призером второго этапа национального первенства. Никита Фурника заработал две кубковые бронзы. Андрей Одиница и дебютант Кирилл Абсалямов сражаются за места в топ-10. Станислав Ячина выиграл кубковый этап в классе «Пионер-Н». Также в лидере активно продвигают картинг в массы, развивая любительское направление этого вида автомобильного спорта. В Харькове уже третий год подряд проходят этапы мировой серии СВС среди любителей, которые являются отборочными на аматорский чемпионат мира. Критерии ежегодно одни и те же. То есть квота на Украину выделяется 4 человека и те, кто по очкам завоевывает больше всего очков, попадают в эту квоту. Левицкий Максим на его счету сейчас 5 побед. Если он этими же темпами продолжит и у него будет 10 побед, то он получит шанс поехать на чемпионат мира. На будущей неделе в Италии состоится чемпионат Европы по картингу, на котором Харьков будет представлять Вячеслав Путятин. Национальный сезон завершится в октябре. Сегодня все о спорте. Удачи вам и хороших продуктивных выходных. Редактор субтитров А.Семкин